Привет! Привет всем снова, мои дорогие друзья и подписчики! Значит так, меня просили когда-то, и я сегодня показываю более подробно мой видеорецепт моего любимого чёрного хлебушка с семечками на цельнозерновой муке. Значит так, с 30 меритов тёплой воды я растворяю пакетик сухих дрожжей и 2 столовые ложки мёда. Жидкую смесь хорошенько размешать и оставим подходить, а в это время приготовлю сухую смесь. Для хлеба мне надо мука белая и мука цельнозерновая. Цельнозерновая я беру вот такая мука, она пройдётся у нас в Лидли, немецкая такая мука. И она тоже с мелкими семечками идёт, насколько я знаю. Вот, значит так, я беру сюда половину, ну чуть меньше половины конечно белой муки, примерно 140 граммов, 150 граммов, как получается. И насыпаю цельнозерновое до 330 миллилитров до 330 миллилитров воды и 330 граммов муки. ещё немножко, чуть-чуть, вот 330, ну 332, ничего страшного. Всё, весы мне больше не нужны. Сейчас сюда же я насыпаю 3 столовые ложки отрубей, в данном случае у меня вот такие вот отруби, очень хорошие это хлопья, перекрученные, перемоленные, это такие хлопья. Далее мне надо сюда положить 2 столовые ложки семени подсолнечника, 2-3, как вам пожелается, и полторы столовые ложки лён и полторы столовые ложки лён. Всё, больше в сухую смесь я ничего не буду класть или ложить. Так, размешиваю всё это сухое добро, хорошенько размешаю. Очень полезный, очень вкусный этот хлеб и очень быстрый. Так, хорошенько размешала, и сюда я заливаю мою жидкость, которая, видите, уже покрылась слегка шапочкой, пока я делала сухую смесь. В общем, всё быстро происходит, весь процесс происходит быстро, буквально за полчаса, даже меньше, за минут 15 даже меньше, пока вы замесите тесто. И ложкой, опять же, ложкой всё это хорошенько размешать до однородного состояния. Почему мне нравится ещё и тем рецепт, что он очень лёгкий, очень быстрый, буквально не нужно руками замешивать, выжидать, потом снова замешивать. Вот, хорошенько размешаю. Мешала до однородной консистенции, сейчас я накрою пищевой плёнкой миску. Плёнкой миску и оставляю в тёплое место примерно на час. Вот за это время, за час вы можете кое-что другое сделать. В это время, пока я ждала мой хлеб, я сделала быстренько маффины, яблочные шоколадные. И вот они у меня сейчас, печка согреется, и я их поставлю вместе с хлебом. Значит так, форму для кирпичика, вот она у меня моя такая любимая форма, хоть она и не новая, старенькая уже, но хорошая ещё. Я смазала, чуть-чуть капнула растительное масло и смазала форму. И вот у меня уже тесто подошло, смотрите, как хорошо оно подошло. Даже часу не прошло, оно поднялось в два раза. У меня прошло где-то минут 40 только всего. Я просто-напросто не размешиваю, ничего не делаю. Не размешивая, это тесто выливаю в форму. Рукой выгребаю и прямо выливаю в форму. Вот, всё, они выливаю. И хорошенько распределить по всей форме. Я тесто распределила, пригладила рукой и вот получилась, какая у меня красота. Можете смело включать духовку, пока духовка догреется, тесто ещё подойдёт, полностью подойдёт, поднимется. Я ставлю на солнышке так и включаю духовку. Включена на 200 градусов. Клины уже готовы, я их заранее отдельно просто испекла. Они, видите, уже готовы. Печка согретая и я сразу ставлю мой поднявшийся хлебушек. Даже полчаса не прошло, прошло буквально минут 20. И вот смотрите, как он ещё поднялся, хлебушек, очень красиво. Вот такая вот шапочка. И я отправляю мой хлеб в духовку на 100, ну, ой, нет, на 200 градусов. И выпекать буду хлеб минут 40. Ну вот мой хлебушек крат готов. Посмотрите, какой он красивый получился. Очень красивый, очень аппетитный. А запах стоит, вы бы знали какой. Ну, когда вы, конечно, сделаете, вы почувствуете этот запах. Значит так, я его оставляю вот в таком виде, в форме, чтобы он немножко подостыл. А потом я его вытащу и поставлю на решётку до полного остывания и высыхания. Ну вот, пробуйте. И всем приятного аппетита, на здоровье. Пока-пока, всем чао. А это мои маффинчики готовые. Ну, пока вам всем.